всем привет и сегодня на моем канале фото каминский вот такая вот небольшая в кавычках распаковочка посылку я уже открыл то что она действительно большая и неудобно ее открывать одной рукой что у нас здесь конечно же вот такие вот хлопалки такие вот такие и что мы видим видим мы вот такую коробочку с внешним жестким диском вы думаете который называется my book do premium rate storage high speed file transfer massive capacity 8 терабайт windows 10 и mac os compatible usb 3 да ну практически это внешний жесткий диск но фактически это сервер да я купил себе сервер и сейчас я его достану и покажу пока я еще коробочку самого не распаковал расскажу немножко что написано на коробочке ну как я уже сказал это премиум rate storage 8 терабайт rate это но фактически сервер скорость его должна быть тот 290 мегабайт секунду значит у него и избитри поддерживает и избит 2 значит там находятся диски это western digital red red drives так называемые то есть это диски для рейда то есть для для серверов для нас storage он уже отформатирован для windows для mac os который у меня нужно форматировать отдельно как вы видите картинка как легко работает подсоединил его компьютеру и все вот он тоже самое показывает то есть он подсоединяется к сети подсоединяется в этом компьютеру и подсоединяем выкапываю программы насколько я знаю для мака по моему есть тоже и если нет то у мака есть свое своя отличная программа ну что же откроем его посмотрим итак пленочку сняли открываем саму коробочку какие думал открыть одной рукой коробочку было тяжело поэтому я открыл все таки двумя так что мы здесь находим очень важная это инструкция или это да эта инструкция как видите она не очень мощная хотя я не знаю может быть дальше в дебрях мы какой-то чего-то помощнее найдем и обычно еще и на самом диске какие-то эти вот видите здесь показано подключение компьютеру это мы рассмотрим позже выглядит он как обычный типичный выставлен digital диск вот находится на таких вот двух надежных вот висит практически чтобы еще с ним не случилось вот здесь у нас должно быть да должна быть вот такая коробочка с ништяками нет это у нас что значит что у нас здесь если адаптер такой довольно мощный обычный принципе такой еще здесь по моему на разные то есть виднеется английская вилочка здесь есть европейская то есть мы поменяем здесь еще у нас инструкция какая-то нет это гарантия вот вот такая наклеечка и провод юсби обычный ничем не примечательный черненький провод коробочку можно отложить и так мы освободили наш вест digital my book 2 из пленочек коробочек из всего и вот видим такую вот бомбочку ну его и его ингредиенты остальные то есть я вот тут уже поменял на европейскую вилочку у нас этот адаптер уже такой вот мощный сетевой адаптер вот как я уже сказал юсби провод зачем они вот такие вот делают непонятные штуки причем все не только в стан digital все остальные диски так вот подключают не ясно могли бы сделать обычный нормальное подключение по типу вот такого обычного юсби и так и сам диск значит величина его вот вернее высота его высота нашего диска где-то ну не знаю сантиметров на 15 может быть чуть больше ширина до столько же нами то есть и длин глубина его и ширина у него на на сантиметров 10 сделан он из пластика пластик обычный такой пластик серовато металлического такого почти gun metal то что называется вот на задней его стороне находится два порта юсби но эти юсби в принципе это не для компьютера для компьютера это вот этот порт то писи написано здесь у нас подключается этот сетевой адаптер а эти юсби это юсби 3 можно к нему подключать еще в принципе два диска или таких же или других неважно и получается так называемая цепочка или чейн или просто вам и мы можем как я понял подключить сюда диск и делать или на него бэкап или с него бэкап на этот диск что очень удобно значит где-то в его недрах находится там вентилятор и вообще в принципе скажем так что это такое фактически это сервер сервер это практически компьютер но выглядит он как жесткий диск он считается очень простым жестким диском всего лишь на два диска вот так мы в принципе открываем это здесь еще есть такая вот но уже металлическая решеточка это такой вот ключик довольно так ну хлипковато но я не знаю сколько раз придется здесь меня диски поэтому видимо они не делали это уж очень мощно потому что цена самого этого диска была хоть и не маленькая не сказал что какая-то огромная как такие вот сервера даже домашние сервера ну то есть средняя довольно цена фирма известная значит здесь находится вот раз и два это два диска диска red western digital red это отличные диски для именно для серверов для постоянной работы так мы его закрыли то есть по идее мы можем включить этот рейд подключить этот рейд компьютеру к сети и не выключать его теперь что такое это рейд вот вот мы видим на передней панели здесь написано western digital my book duo и 1 и 2 диска а здесь также индикатор то что мы его включили следующем видео я просто покажу как как и что работает пока когда сам разберусь а пока несколько слов о том что я сам слышал что я читал что я видел значит почему здесь два диска фактически этот сервер этот рейд скажем так его можно использовать в нескольких вариантах значит рейд zero рейд zero так называемый это мы он работает на самой большой скорости то есть и чтение и запись как там был уже заявлено 250 чем там почти 300 мегабит секунду мы просто форматируем этот диск там написано будет как это сделать под рейд zero и он эти два диска работают как один диск то есть скорость большая но это в этом преимущество и когда мы например монтируем видео тоже 4к это удобно но затем у нас могут возникнуть проблемы то есть даже несмотря на то что этот диск эти два диска это red и они отличные они редко выходят из строя они могут выйти из строя тем более что скорость здесь довольно таки большая получится поэтому если какой-то из этих дисков выйдет из строя при red zero при рейд zero то все все данные полетели то есть здесь никакого бэкапа не будет рейд 1 или райт один это самый для для него в принципе надежный вариант значит он работает тут 8 терабайт но он принципе работает как 4 терабайта то есть один диск работает он и компьютер видит его как один диск но и как один диск 4 терабайта а второй диск работает как зеркало то есть миррор и тогда если какой-то из этих дисков выйдет из строя у нас будет бэкап но может конечно такое случится что и два диска выйдут но тогда уже нечего делать тогда для этого существует задний usb где мы можем тоже подключать еще какие-то другие диски и делайте на них бэкап то есть бэкап бэкапа и третий вариант который кажется здесь есть это просто по моему называется мульти диск или два диска то есть он работает как обычный хард диск то есть мы видим 4 терабайта и 4 терабайта то есть заполняется один диск потом заполняется другой или можно туда чего-то бросать и туда то есть это тоже вариант если мы не хотим углубляться во всякие вот эти рейды что это такое и чего этой человеку просто нужно большой диск вот и надежный большой диск этот можно использовать но смысла я в этом сильно не вижу потому что можно было купить просто один диск на 8 терабайт и было бы мне счастье и он бы стоил наверное даже в два раза дешевле вот поэтому даже если это такой крутой как western digital поэтому в принципе я собираюсь его использовать как рейд ван то есть диск и бэкап диска то есть мир диск в следующей программе который я надеюсь скоро снять я хочу показать как же все таки он устанавливается там подключается компьютеру устанавливается ставится эта программа если она там есть для мака для бэкапа вот настраивается это все и запускается и также хочу проверить скорость этих дисков на этом все ставьте лайки всем пока